Всем привет, меня зовут Стас, и сегодня я начинаю серию уроков, которые посвящены KineFX. Это новый пайплайн для рига и анимации, который появился в Houdini 18.5, и на мой взгляд это одно из самых важных обновлений, потому что оно по сути меняет правила игры. И риг, и анимация теперь становятся очень простыми и понятными, а самое главное не разрушающими и полностью процедурными. И KineFX будет интересен не только ригерам и аниматорам. Если вы, например, инди-разработчик, который регулярно в игровой движок должен перекидывать какие-то модели со скелетами, какие-то нестандартные, то здесь вы сможете буквально за 5 минут создать любой скелет на любой объект. А если вы, например, Motion Designer, то в KineFX вы найдете очень крутые инструменты для красивой органичной анимации. Два замечания. Во-первых, это еще ранняя итерация всей этой истории, то есть этого пайплайна, этого пакета. И вы можете ожидать, во-первых, какие-то ошибки, и во-вторых, вы, конечно, можете ожидать, что что-то изменится, что какие-то ноды могут измениться, какие-то добавятся и так далее. И во-вторых, поскольку Houdini 18.5 вышла буквально совсем недавно, все, что я сегодня расскажу, это мои догадки. Ну, не совсем догадки, да, это результат моих экспериментов. То есть то, что я успел понять, то, в чем я успел разобраться, в том, что касается KineFX. И поэтому, в принципе, конечно же, я могу что-то делать не очень оптимально, я могу чего-то не знать и, конечно, банально могу ошибаться. Поэтому если вы найдете такие ошибки, то, пожалуйста, напишите в комментариях, будем разбираться вместе. Этот урок стал возможен благодаря поддержке наших патронов. Их имена и ники вы видите на экране. Ознакомьтесь, запомните, это очень классные ребята. И особую благодарность заслужили следующие патроны. Сергей Семенов, Виталий Филимонов, Сержант Бурлак, Игорь Дьяченко, Сережа Кузнецов, Шон Салливан, Михаил Клименко, Артем Патын, Богдан Жуков, Джен Энти, Павел Цупра, Дэн Ролик, Ник Шушкевич, Влад Дрямов и Боджо. Спасибо вам, ребята, вы лучшие. А если вы еще не являетесь нашим патроном, то в описании ссылка на Патреон. Вы можете таковым стать, поддержать наш канал. А также патроном доступны всякие дополнительные бонусы. Например, они могут скачивать исходники всех уроков, голосовать за темы будущих уроков и вообще принимать участие в жизни канала. Итак, для начала давайте разберемся, как был устроен риг в прошлых версиях Гудини и чем отличается KineFX. На самом деле все довольно просто. В прошлых версиях у нас есть, например, вкладочка Rigen. Давайте я выйду в какой-нибудь Viewport, выбираю кости и начну рисовать кости. И вот у меня образовалась связка костей такая. Как вы видите, кости — это отдельные объекты на уровне OBJ, которые связаны между собой родительскими отношениями. То есть, например, вот эта кость привязана к нулю, эта кость привязана вот к этой и так далее. И поэтому если я буду крутить любую из этих костей, то остальные кости, соответственно, будут крутиться вслед за ней. Вот такая история. Ну и, соответственно, дальше мы к этим костям привязываем геометрию какой-то скин и деформируем этот скин в соответствии с анимацией этих костей. И, в принципе, здесь все понятно, нет чего-то суперсложного. Однако такая система ведет к определенным проблемам. Во-первых, это отдельные объекты на уровне OBJ. Это значит, что мы не можем просто процедурно в любой момент добавлять какие-то новые кости, убирать какие-то старые кости. Для этого нам нужно либо делать какой-то скрипт на питоне, ну, какие-то инструменты нам нужны. И, соответственно, если мы, например, захотим добавить кость вот сюда, вот посередине, нам нужно будет опять-таки взять какой-то инструмент, сюда добавится новый объект, к нему привяжется вот это, вот это привяжется, и таким образом у нас образуется новая кость. Таким образом, старую структуру мы разрушили в этот момент. Во-вторых, когда мы прискиниваем какую-то геометрию, нам приходится использовать так называемый гибридный подход. То есть мы не совсем процедурным это делаем. То есть мы как бы делаем веса, и мы запекаем то, что у нас получилось. То есть если нам захочется изменить что-то выше по дереву, то нам придется, соответственно, все переделывать и заново все запекать. То есть когда RIG у нас находится на уровне объектов, это ведет к такому гибридному подходу, когда мы не совсем процедурно работаем. То есть у нас есть какие-то моменты, которые не совсем процедурны. И, конечно же, все равно RIG в Houdini гораздо удобнее, чем RIG в других пакетах. Именно за счет того, что многие вещи мы продолжаем делать процедурно, и мы можем использовать заново какие-то свои наработки, мы можем что-то автоматически добавлять и так далее. Но, как я и сказал, есть свои нюансы. Здесь тот самый момент, когда на сцену выходит KineFX. И в KineFX вся вот эта история с костями у нас переносится на уровень геометрии, на уровень SOPS. Смотрите, я сейчас возьму Create и нарисую кривую. Так, 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 так. У меня, соответственно, появился вот какой-то контейнер, внутри которого у нас лежит обычная кривая. Кривая, соответственно, состоит из точек. Это просто полигон. И давайте разберемся, чем принципиально вот эта штука отличается от вот этой штукой. Ну, в принципе, ничем. То есть у нас есть позиция каждой узловой точки. У нас есть длины этих отрезков, которые мы в любой момент для каждой точки можем вычислить. И у нас есть повороты каждой следующей точки относительно предыдущей точки. И эти повороты мы тоже можем вычислить. Идея в следующем. Вместо вот такой связки костей мы рисуем кривые в SOP-контексте, то есть обычные полигоны. А в SOP-контексте мы можем делать абсолютно что угодно. Это один из самых развитых контекстов в Гудине. Здесь очень много инструментов для работы с теми же самыми кривыми. Мы можем ее ресемплить, мы можем ее сдвигать, мы можем ее сглаживать, можем делать все что угодно. Доварить новые точки, убирать старые точки. В общем, это полностью процедурная система. И, соответственно, мы можем полностью процедурно делать любой скелет. Ну, давайте разберемся, как это работает, и поймем, чего этой кривой не хватает. Ну, во-первых, на костях у нас есть название. И на самом деле это очень важно, потому что название кости определяет ее местонахождение в скелете. Ну, например, там левая коленка. Или там десятая кость в правом тентакле. И это очень важно. Нейминг костей — это отдельное искусство. Естественно, на точках нам тоже необходимо добавить название. И второй момент, конечно же, у каждой кости у нас есть трансформации, повороты. Потому что именно этими поворотами и организуется анимация. Поэтому нам необходимо добавить эти повороты на наши точки. Потому что на обычной кривой у нас есть только позиции точек. У нас нет ориентации этих точек. У нас нет трансформации. Ну и, соответственно, для того, чтобы превратить кривую в скелет в KineFX, нам необходимо положить на нее два атрибута. Первый атрибут — это атрибут с названием name. Это строковой атрибут. Куда просто записывается название данной конкретной косточки, данного конкретного джонта, сочленения. И второй атрибут, соответственно, называется transform. И это матрица трансформации. То есть у этого атрибута аж 9 целых значений. И в эту матрицу трансформации у нас записывается, соответственно, трансформация каждого отрезка отдельного. И как только мы добавим эти два атрибута, кривая превратится в скелет. Давайте попробуем. Итак, давайте для начала добавим атрибут attribute create. Пойнтовый атрибут, естественно, мы все кладем на точке. Костя, стринговый, назовем его name. Ну и, соответственно, кости должны называться уникально. Потому что по этому названию мы будем к ним обращаться. Поэтому давайте мы напишем что-нибудь типа bon, нижнее подчеркивание. И после этого в бэктиках мы напишем собака петинам. Для того, чтобы сюда поставился номер текущей точки, который мы обрабатываем. И мы, соответственно, заключили собака петинам в бэктике для того, чтобы это превратилось из стринга петинам в номер точки. И, соответственно, в Geometry Spreadsheet мы увидим, что у нас есть атрибут name bon01234. Отлично. Это атрибут name. Второй атрибут называется transform, и его мы сможем добавить с помощью ноды, которая называется reorient joints. Собственно, эта нода вычисляет вот эти самые трансформации для каждого джоинта. И, как вы видите, вот у нас появились даже вот эти вот гизма в каждой точке. И если сейчас мы с вами посмотрим, на Geometry Spreadsheet вот появился атрибут transform. И в нем у нас от 0 до 8, 9 значений. Да, это матрица трансформации, 3 на 3. И теперь все, наша кривая превратилась в скелет. И для того, чтобы это доказать, добавлю ноду, которая называется rig pose. Этой нодой мы будем пользоваться часто. Это, в общем, такая нода для редактирования скелета. И, в принципе, в ней же можно делать и анимацию. Смотрите, выбираем этот инструментик, выбираем какую-то точку. Опа, начинаем крутить. И у нас неожиданно наша кривая превращается в самый обычный скелет. Пожалуйста. И как работает нода rig pose, обратите внимание, она просто добавляет в мультипарм ссылки на отдельные точки. Вот по как раз атрибуту name мы обращаемся, что точка bond 2 у нас вращается вот на 20 градусов. Ну и, соответственно, здесь мы с вами можем даже делать анимацию. То есть мы, допустим, можем пац поставить как-нибудь так, поставить как-нибудь так. Так, давайте-ка сделаю auto key change. И у нас появилась анимация. Мы можем потом на какую-нибудь дополнительно другую тоже сделать анимацию. Ну, в общем, вы понимаете, да? Пожалуйста, у нас получилась анимация костей. Включим проигрывание в реальном времени. А теперь, смотрите, мы можем добавлять новые ноды rig pose и к уже имеющейся анимации добавлять что-то еще. То есть, например, можем выбрать вот эту штуку. Опять-таки за keyframe ее. И вот так сделать. И теперь, смотрите, у нас получается, что мы имеем и вот эту анимацию, и вот эту анимацию. По сути, это как слои. Да, анимационные. Если вы работали в других пакетах, это анимационные слои. Но это ноды обычные. И ноды мы можем выключать, если нам нужно проверить, как работает с этой анимацией или без этой анимации. Мы можем делать копии нод, если нам нужно, и проверить новую версию анимации. Мы можем удалять ноды, которые нам не нравятся. То есть, и вот эта работа с нодами для такой анимации, на мой взгляд, довольно удобная. И мы можем много чего здесь добиться. То есть, нода rig pose позволяет, ну, просто банально, вручную что-то двигать, добавлять ключевые кадры и так далее. То есть, делать разные анимационные штуки. Ну и, конечно, не очень удобно постоянно делать вот такие вот штуки. Хотя мы, конечно, можем все это сохранить в пресет. Но на самом деле есть ноды, которые автоматически добавляют все необходимые атрибуты на кривую. Ну, например, нода, которая называется rig doctor. Rig doctor позволяет чинить какие-то сломанные риги. Ну, например, смотрите, я с ним подключил вот так вот. И посмотрим сюда. У нас автоматически появилось имя ноды. Point 0.1234. Помимо этого, мы можем добавить initialize transform. И у нас появится точно так же, смотрите, local transform и обычный transform. И опять-таки, пожалуйста, наша нода превращается. Единственное, что у нас здесь, это называлось bone. Давайте мы здесь тоже назовем это bone. Так. Так. И, пожалуйста, наша анимация так же работает. То есть, в принципе, вместо вот этих двух нод мы могли поставить одну ноду rig doctor. Для того, чтобы инициализировать все необходимые атрибуты. И, в принципе, с этим уже можно работать, да? Но это forward кинематика. То есть, когда мы двигаем каждую отдельную точку, чтобы получить какую-то конфигурацию нашей кривой. Это не очень удобно. В большинстве случаев удобно использовать инверсную кинематику. То есть, когда мы двигаем, например, только какую-то одну точку в пространстве, и остальная кривая подстраивается таким образом, чтобы доставать эту точку. Ну, например, если у вас есть рука, и у вас есть какой-то объект, то вы тянетесь к этому объекту ладонью, пальцами, а при этом двигается вся ваша рука. И вот в этой системе делать инверсную кинематику очень просто. Смотрите, у нас есть нода, которая называется FullBodyIK. Эта нода позволяет как раз сдвигать точки нашего скелета, чтобы они соответствовали другим точкам каким-то. При этом этих точек может быть много, не только одна. Ну, смотрите, допустим, сделаю следующую историю. Я в первый вход подключаю свой скелет, который я хочу менять, а во второй вход я должен включить измененные какие-то точки. И, например, смотрите, я могу пойти сюда вот, здесь вот так вот я выберу точки, выберу одну точку и нажму Delete, и у меня появилась нода Blast. Нода Blast, которая стирает одну точку. Здесь могу выбрать Delete Non-Selected, у меня осталась только одна эта точка. Я ее втыкаю во второй вход, и нода FullBodyIK у меня будет перестраивать весь мой скелет для того, чтобы он дотянулся вот до этой точки. Единственное, для этого мне необходимо здесь выбрать MapUsing MatchByAttribute. На этой точке есть свой атрибут, Name, да, как он называется. Вот он, Боун4, и нода FullBodyIK возьмет точку, у которой есть такое же имя, Боун4, и будет ее, эту точку, подтягивать вот к этой точке. Да, как это делается? Ну, например, мы можем поставить ту же самую ноду RehPose вот сюда, в эту ветку, и мы начинаем двигать нашу точку, и наша кривая начинает двигаться. Ну, единственное, сейчас, как вы видите, она двигается целиком. Для того, чтобы это исправить, мы можем в FullBodyIK выбрать вот эту уголку PinRoot. Теперь у меня root, то есть самая первая точка нашей кривой, это нулевая точка всегда, она будет привязана к пространству, и если мы будем двигать вот эту точку, то мы получим вот такую штуку. И опять-таки, это самая обычная точка, то есть мы ее можем анимировать хоть нойзом, хоть чем угодно. То есть мы сюда можем поставить Attribute Noise, выбрать здесь атрибут P, и выбрать Animation, Animate Noise, выбрать здесь фрактальный шум, убрать в None, и, пожалуйста, вот у меня теперь есть процедурная анимация, да, вот эта точка у меня процедурно нойзом меняется, опять-таки я могу менять ее не только нойзом чем угодно, и у меня кривая подстраивается под нее. Вот так вот очень просто делается инверсная кинематика. Значит, здесь не так много параметров FullBodyIK, значит, самое важное здесь это Solver, и я поэкспериментировал, здесь есть два Solver, Fabric и Physical FullBodyIK. Вот Fabric мне что-то не очень нравится, честно говоря, он начинает теряться, когда много точек, да, потому что это такой итеративный алгоритм, достаточно простой на самом деле. Вот это вот Physical FullBodyIK, это вот разработка новая SideFX, насколько я понимаю, и вот этот алгоритм работает очень даже неплохо, когда много точек. И здесь есть разные настройки, дампинг, например, то есть когда у нас, например, наша точка, давайте мы сделаем какую-то анимацию, если я, например, уберу noise, и сделаю анимацию Translate. И, например, нашу точку вот так вот вытяну вперед, то вот прямая у меня выпрямляется, и здесь с помощью вот этого дампинга я могу менять, насколько сильно она будет выпрямляться, то есть при дампинге 0 у меня кривая выпрямляется полностью. И здесь может быть неприятная вещь, когда в самом конце, когда кривая полностью выпрямляется, будет такой щелчок, то есть она будет немножко дрожать в этот момент. При дампинге большом полностью она не распрямляется. И поскольку это итеративный процесс, то у нас есть количество итераций, которые мы можем менять, то есть если у вас какие-то сложные случаи, возможно, придется там повышать, допустим, количество итераций. И также у нас есть такая штука, как Configure. Здесь мы можем делать дополнительно какие-то оффсеты, давать центр масс и так далее. Значит, помимо этого, у нас есть такие ноды, которые называются Configure Joints. Смотрите, Fullbody Configure Joints и Fullbody Configure Targets. Эти ноды, которые позволяют, соответственно, отдельно каждый joint, каждую точку, каждую кость немножко изменить при работе с Fullbody IK. Давайте я выключу все лишнее. Смотрите, допустим, я выберу здесь одну конфигурацию, выбираю какую-то точку, допустим, вот эту вот. Нажимаю Enter. И теперь у меня есть отдельная возможность только для этой точки менять вес, который будет использоваться в инверсной кинематике. То есть, например, здесь я могу сделать, что Translate вес у меня будет очень большой, либо очень маленький. То есть инверсная кинематика будет ее только крутить, либо можем сделать, что инверсная кинематика будет ее только транслейтить. Вот так вот. Либо что-то еще. Помимо этого, здесь у нас есть лимиты. То есть мы можем заставить ее вращаться только в каких-то определенных пределах. И, например, запретить ей вращаться вокруг какой-то конкретной оси. И, соответственно, точно так же мы можем добавить центр массы только для этой точки при вычислении, соответственно, Full Body IK. Как видите, вот я сделал очень сильное перемещение на этой точке. И, как видите, у нас она начинает растягиваться. Соответственно, если я здесь это перемещение уберу, то этот отрезок у меня растягиваться не будет. Ну вот, соответственно, таким образом мы можем гибко настраивать нашу инверсную кинематику. Ну и такая же штука, которая называется Digga Targets. Ее нужно втыкать в левый вход в Full Body IK. Здесь мы точно так же выбираем таргет. Это наша последняя точка. И здесь то же самое. У нас есть возможность менять вес для этого таргета и приоритет. Это важно, потому что мы можем сделать несколько таргетов с вами. Смотрите, то есть мы вот здесь можем в власти выбрать не одну точку, а с шифтом выбрать, допустим, еще и вот эту точку. Enter. И теперь у меня есть возможность отдельно двигать вот эту точку и отдельно двигать вот эту точку. И у меня кривая будет подстраиваться под обе эти точки. И здесь с помощью вот этой штуки Config Targets я могу менять веса каждой из этих точек. То есть, например, поскольку сейчас у меня выбрана четвертая точка, я увеличиваю у нее вес, и соответственно она влияет больше на результат. Ну, хорошо, давайте теперь сделаем что-то посложнее. Потому что вот эта вот инверсная кинематика может работать не только с одной кривой, а может работать с множеством сразу кривых. Я создам Circle, обычный круг. Сделаю его полигональным. Создам линию. И я хочу сделать такое солнышко, да, чтобы эти линии расходились из круга. Ну, для этого у нас есть новая нода, которая называется Copy to Curves. Ну, по сути, это Copy to Points, только она использует еще какие-то параметры кривых, например, тангенты. Давайте мы линию вытянем по оси X. Вот так вот. И, пожалуйста, у нас линия раскопировалась на точке кривой. Сделаем линию подлиннее, скажем, 3. И добавим Resample дополнительно. Выберем Resample by Polygon Edge, Maximum Segments, и поставим, допустим, 15 сегментов у нас будет. То есть вот добавили точек на каждую линию. И теперь давайте мы превратим это дело в скелеты. Опять-таки с помощью ноды Doctor. Rig Doctor. Идем сюда. Опять-таки гигантские эти штуки. Идем в Visualize. И здесь выберем Joint Scale маленький. Такой вот. И добавим Initialize Transforms. Все, теперь можно с этим работать, но только нам необходимо добавить финальные точки, которые у нас будут в инверсной кинематике. То есть мы хотим вот эти точки, последние на каждой кривой, занести в инверсную кинематику. Ну, для этого я положу ноду Group Expression. Group Expression. Здесь выберу Pointy. Назову группу End. И здесь я выберу Preset, который называется First Point of Primitive. Да, после нее у нас первая точка примитива запишется в группу. Да, здесь стоит выражение Vertex Prim Index, да, то есть индекс текущего вертекса. Если он равен нулю, то мы заносим в группу. То есть самая первая точка. Но мы хотим последнюю, поэтому вместо равенства нулю мы запишем Собака нам VTX минус 1. Да, нам VTX это общее число вертексов, а минус 1 вычитаем, потому что счет идет от нуля. Одна буква. V, конечно же. И теперь мы видим, да, что последняя точка у нас занеслась в группу. То, что нужно. И теперь я могу положить ноду Blast и удалить все, кроме этих последних точек. Выбираем группу End, Delete Non-Selected. Все, эти точки у нас там лежат. И по Body OK. Так, включаем и выбираем Match by Attribute. Так, теперь мы можем эти точки сдвигать и у нас, соответственно, будут сдвигаться наши линии. Давайте мы сделаем Pin Points. И здесь сейчас будет небольшая проблема. Смотрите, я начну закручивать эти точки. У меня начнутся вот такие вот странные штуки. Значит, ну, во-первых, здесь с этим поможет дампинг. Да, то здесь дампинг нужно поднимать, конечно же. А во-вторых, такое происходит, когда непонятная ориентация точек. Дело в том, что изначально мы сделали линию прямой. Да, то есть у нас нет какого-то угла. А для того, чтобы инверсная кинематика грамотно отрабатывала, нам необходимо добавить какой-то начальный угол, который будет считаться рестовым. Да, и, соответственно, линия будет изгибаться дальше, именно в эту сторону. Поэтому давайте мы такой угол добавим сейчас с помощью банальной ноты Bend. Положим ее сюда. Так. Нам необходимо сделать Capture Direction. Мы по X-у линию вытягивали. Да, соответственно, здесь выбираем X. И крутим Bend. Вот мы начинаем крутить. Дальше выбираем Capture Length. И увеличиваем ее так, чтобы у меня входила вся линия. Вот примерно вот так вот. Отлично. Смотрим. Но теперь линия в другую сторону. Давайте мы, соответственно, наоборот сделаем не 40, а, допустим, минус 40. И теперь линию у нас смотрят изначально наверх. И, соответственно, инверсная кинематика будет работать чуть получше. Но давайте проверим и сделаем какую-нибудь прикольную анимацию на этих вот точках. Что здесь можно сделать? Мы можем вместо вот этого записать выражения. Например, двигать их по синусоиде. Давайте будем двигать по синусоиде вверх и вниз. Синус от собака Frame с большой буквы умножить, ну, допустим, на 3. Это у нас будет частота. Троечка. И, соответственно, будем двигаться от минус одного до единицы. Дальше мы сделаем амплитуду, домножим все это дело, ну, допустим, на 2. И прибавим еще один. Да, и таким образом эти точки у нас будут двигаться вверх-вниз, вверх-вниз. Вот так вот. Ну, симпатично. Можно прибавить 2, допустим. Да, то есть мы сделали такую анимацию чисто на выражение. Так, единственное, что точки у нас как-то далеко от центра. Давайте мы немножко уменьшим скейл их. И вот будет что-то типа того. Ну, симпатично. Можно даже побыстрее сделать, наверное. Четверточку поставим. И такой же синус мы можем поставить сюда в Rotate, домножить на 180, и у нас, соответственно, эти точки будут вращаться на 180 градусов. Давайте посмотрим. Ну, и в принципе неплохо, только, видите, в какой-то момент все равно у нас случается вот эта вот заковыка. Это можно починить несколькими способами. Значит, во-первых, мы можем еще сильнее загнуть нашу исходную кривую. Минус 90. То есть мы сделаем. То вы увидите, да, что все как-то пошустрее, хотя вот здесь все равно есть такие проскоки. И второй момент тоже важный. Поскольку мы здесь с вами чисто трансформируем эти точки, сдвигаем, мы не меняем их вращение, мы не меняем их трансформы. А у каждой точки, как я напоминаю, есть свое тоже вращение. Поэтому, в принципе, мы можем сделать так, чтобы эти точки не учитывались во вращении исходной кривой. Для того, чтобы избежать как раз вот таких перескоков, которые где-то здесь, видите, в какой-то момент вот происходят. Ну, для этого, опять-таки, у нас есть нода fullbody.ik.configure.targets. Поставим сюда. Давайте мы выберем конфигурацию. Выберем наши точки на концах. Так, нажимаем Enter. И здесь мы можем выбрать тип, только position. То есть для того, чтобы вращение у нас никак не учитывалось. И теперь, если мы посмотрим, давайте, у нас уже не будет каких-то страшных перескоков здесь. Ну, и получается вполне неплохо. И теперь дополнительно мы можем здесь еще сделать какую-то анимацию, допустим, в скейле. Давайте немножко отодвинем друг от друга. И мы можем скейл, например, тоже менять вот в горизонтальной оси, да, то есть без у. И для этого мы можем поставить функцию fit1.1, да, которая у нас перефичивает значение от минус 1 до 1, то есть, в общем-то, синус наш, на, допустим, от 0.2 до 1. И такой же абсолютно, давайте сделаем копий параметр и вставим это дело сюда, paste relative reference. Да, и теперь у нас точки будут еще и к центру стремиться. В общем, будет получаться какая-то такая симпатичная штука. И мы можем немножко сделать разные, разные, разные частоты здесь. Допустим, здесь делать пятерочку, здесь делать троечку. Ну, то есть у нас будет вращение скейла и перемещение происходить с разной частотой. И у нас получается вот такое симпатичное движение. Ну, и поскольку это обычные кривые в Гудине, мы с ним можем делать все, что угодно. То есть мы можем, например, на них нарастить геометрию, типа там со свипом или даже банально поливайром. Поставим поливайр, пожалуйста, у нас уже трубы здесь получаются вместо обычных кривых. Ну, давайте сделаем похитрее и воспользуемся новой нодой, которая называется chain. Это нода, опять-таки, из Гудине 18.5. Она позволяет делать из кривой такую цепочку объектов. Получается очень прикольно. Давайте положим какую-нибудь коробочку. Box. Сделаю его поменьше и вытяну по оси Z. Дальше я выделю, соответственно, вот этот и вот этот полигоны. И выберу полиэкстрюд прямо над вьюпортом. Для того, чтобы они туда поместились, полиэкстрюд, я сделаю инсетным. Вот такой. Нажму Q над вьюпортом, чтобы повторилась последняя операция. То есть полиэкстрюд. И в этом полиэкстрюде я могу выбрать вот так вот transform extruded front global и сдвинуть по оси Z вот так. По оси Z и даже, может быть, немножко отскалить. Так, для того, чтобы получилась вот такая вот острая штука. Единственное, что по оси Z скалить не нужно. Давайте сделаем вот так. И у нас получилась вот такая штука. Ну, типа элемент цепи. Давайте мы ее дополнительно запакуем. Просто, чтобы быстрее все работало. И подключим в первый вход ноды Chain. Так, выбираем в ноде Chain Mode Deform Between Pivots. Так. А, в другую сторону смотрит. Поэтому давайте здесь полиэкстрюде сделаем вот так вот в эту сторону. И у нас, как вы видите, по кривой выстроились вот эти наши звенья цепи. И здесь есть разные прикольные установки. Например, мы можем сделать вот так. Мы можем вырастить нашу геометрию. Мы можем ее проиграть да, по нашей кривой. Мы можем сделать более короткую вариант геометрии, например. И вот так вот ее двигать. Да, ну то есть здесь есть куча всяких прикольных вещей. Я думаю, вы понимаете, как это можно использовать. Для Motion Design вообще отличная нода. Можно пойти в Deformation, Enable Scale. Мы можем каждую отдельную штуку заскейлить вот вдоль вот этих продольных осей. И даже выбрать рампу. Здесь, да, чтобы к концу у нас кривой эти штуки уменьшались. И вот смотрите, как быстро у нас получается вот такая прикольная процедурная анимация с таких тентаклей. Они крутятся, что-то делают. В общем, довольно симпатично. В общем, Motion Design это можно использовать. На мой взгляд, здорово. А теперь давайте пойдем дальше и посмотрим, как можно создать такой скелет для какого-то персонажа, например. И чтобы было веселее, давайте мы персонажа создадим прямо в Гудине. Так, это у нас будет называться Скелетон. И я хочу сделать такого осьминожку, поэтому я точно так же, как в прошлый раз, положу Circle. Сделаю его ZX, сделаю Polygons и выберу у него 6 Divisions. Для того, чтобы у нас было 6 щупалец. Опять-таки, Copy Two Curves. Опять-таки, сделаем Line. Ну, в общем, классика жанра. Просто повторяем то, что мы уже делали. Какой-нибудь длины. Так. Вот так еще по тяну. Допустим. Добавим, соответственно, Resample. Сюда. Выберем Resample by Polygon Edge Maximum Segments и там 15. В принципе, не так важно. Наверное, 15 даже много будет, 10. Это будут наши щупальца. И, соответственно, я хочу на них нарастить мясо. И, например, это сделаю с помощью ноды Polywire. Так. Выберу здесь Divisions побольше. Ну, хотя бы восьмурочку. И мне нужно к концу, соответственно, чтобы эти штуки у меня уменьшались, были острые кончики. Поэтому давайте сейчас по-простому сделаю. В Resample у нас есть возможность ставить атрибут CurveView. который будет идти от нуля до единицы для каждой точки. Соответственно, 0 это начало кривой, 1 это конец кривой. И, в принципе, мы можем вот сюда вот WireRadius сделать, умножить на собака CurveView. и у нас щупальца будут сужаться, то есть вот это какой-то общий радиус, а эта штука, которая идет от нуля до единицы. Но единственное, что она сейчас идет в другую сторону, в противоположную. Поэтому мы здесь можем, в общем, поступить довольно просто. Я положу атрибут в рангл и напишу собака CurveView равно 1 минус собака CurveView. Ну, для того, чтобы у нас, соответственно, это положение инвертировалось. Отлично. Точно так же нам необходим Band. Давайте мы сразу же изогнем наши кривые. Так. 1 0 0 И вот так вот вниз они будут у нас загибаться. Ну, и, соответственно, CaptureLand тоже мы сделаем побольше. Вот это у нас будут какие-то наши исходные кривые. И давайте добавим тело нашему осьминожику. Это будет обычная сфера. Сделаем ее полигональной или можно сделать полигонной мэш. Чуть-чуть поднимем и увеличим радиус. как-то так. И теперь давайте немножечко ее улучшим. Сделаем покрасивее. Я положу на дусов Transform. Так. Выберу здесь какие-нибудь вот эти вот нижние точки. И что я могу сделать? Scale немножко вот так приподнять у них по Y и по X допустим увеличить. Вот того сделать. и увеличить soft radius для того, чтобы у меня получилась более такая вот сложная форма. И дополнительно можем еще soft transform положить и вот для верхних этих точек тоже что-то подобное сделать. Увеличить здесь. Мы их можем поднять, например, как-нибудь так у нас ну типа того. Да, не будем сейчас заморачиваться. Это у нас будет такой инопланетный осьминог. Смерчем все это дело. И давайте преобразим преобразуем в единый меш всю эту историю и банали с помощью VDB. Да, то есть нам нужен VDB from polygons. Пойдем. Так, сделаем voxel size поменьше. Так, вот у нас получился единый VDB и дальше соответственно конверт VDB. Конверт VDB. Выбираем polygons и соответственно адаптивити нужно поднимать. конечно, очень много точек у нас. Так, ну вот типа того. Давайте, может быть, на VDB from polygons еще уменьшим voxel чтобы было прям красиво. Ну, допустим, вот сейчас будет у нас такая моделька. Понятно, что вы можете сделать ее суперкрасивой. Мы ее хотим зарегать. Давайте, наверное, добавим еще, знаете, что, глаза. Потому что глаза зеркало души. Особенно у инопланетных осьминогов. Я ее подключу сюда. Так, сюда вот посмотрим. Просто сверку она должна смотреть по оси Z у нас, да? Уменьшим эту сферу. Поднимем ее сюда и положим ноду mirror. Опа, вот у нас получилось две сферы. Так. Ну, хотя бы, чтобы понимать, где у нас перед наша восьминога. Ну, вот, у нас получился вот такой стремный восьминог. А теперь давайте его зарегаем. На самом деле, с помощью KineFX это сделать очень просто. У нас есть нода, которая называется скелетон. И с ее помощью мы можем рисовать, собственно, скелеты. и эта нода очень умная. Она позволяет не просто там абы как нарисовать этот скелет, она позволяет использовать объем вашей модели для того, чтобы располагать кости в нужных местах, по центру каких-то конечностей, например. Смотрите, значит, мы выделяем нашу ноду, мы можем, например, сделать вот сюда так, сюда так. То есть, это у нас будет flag template, это будет, соответственно, flag view. И теперь при выделенном вот этом инструменте мы можем прямо здесь размещать новые кости. Ну, давайте выберем какой-нибудь вид вот отсюда и разместим. Это у нас будет какой-то какая-то основная кость. Раз, два, три. Голова. Да? Нажимаем enter. И теперь смотрите, у нас эта штука получилась в центре головы. То есть, она на самом деле смотрит на объем вашей модели, по которой вы делаете, и создает в нем. Вот это называется view based. Здесь есть несколько режимов плейсмента. Соответственно, мы можем как-то вручную расставлять где угодно, мы можем по поверхностям расставлять эти объекты, либо относительно нашего view. Так, хорошо, давайте добавим новые косточки. Для этого нам необходимо сюда, в режим мод, выбрать create. И по умолчанию он рисует кость из последней нарисованной. Для того, чтобы начать нарисовать новую кость, нам необходимо нажать shift. Нажимаем shift и рисуем кость здесь. Раз, два, три и четыре. Нажимаем enter. И самое прикольное, как вы видите, что эта косточка здесь образуется в центре нашей конечности. Ну, только в самом конце нас двинулся, потому что я промахнулся. Но мы легко можем ее, соответственно, исправить. Мы просто выбираем эту кость, выбираем tweak mode. Если мы будем ее двигать, то, например, если мы выберем какую-нибудь вот эту кость, например, захотим ее подвигать, то будет двигаться и следующие косточки. А если мы хотим подвигать какую-то кость одну, мы опять-таки зажимаем ее с shift и вот так вот двигаем. Ну, соответственно, давайте мы ее передвинем вот сюда. Так, и вот сюда. Отлично, вот у нас получилась первая кость. Давайте создадим новую. Выбираем create. Снова с shift щелкаем сюда. Раз, два, три. Так, ctrl-z. Три и четыре. Нажимаем enter. На сервис я не промахнулся. Идем к следующей конечности. Create с shift раз, два, три и четыре. Enter. Так, вроде не промахнулся, но если бы даже и промахнулся, то банально я могу любую косточку с помощью вот этого tweak-мода передвинуть. Хорошо, мы сделали половину. Теперь мы можем положить ноду, которая называется rig mirror pose. И эта нода нам возвращает вторую половину скелета. Да, то есть мы просто отражаем. Ну, единственное, что нам не нужно вот эти миррорить, центральные, поэтому давайте здесь мы выберем группу и с control мы уберем из этой группы центральные точки. Нажимаем enter и, пожалуйста, лапки у нас отразились. Практически это готовый скелет, нам осталось только сделать скин, добавить все необходимые атрибуты для того, чтобы скин у нас с этим скелетом менялся. Что для этого нужно сделать? Для этого есть несколько нод, которые нам необходимо поставить. Значит, первая нода будет называться bone capture lines. Это служебная нода, которая добавляет все необходимые атрибуты. Следующая нода, она позволяет как раз привязать конкретные линии, конкретные точки конкретным местам на поверхности. Точнее, даже не привязать, а она находит правильные места для этих привязок. И это будет нода, которая называется ted embed. Значит, что она делает? Она позволяет, во-первых, разбить нашу исходную геометрию на пирамидке, то есть она заполняет нашу геометрию внутри. Это вот процесс такой не супербыстрый, но зато получается довольно точный. Во второй вход, соответственно, в первый вход мы втыкаем нашу исходную геометрию, во второй наш вот этот скелет. Так, теперь если мы зайдем внутрь, мы увидим, что здесь, как вы видите, очень много вот этих линий внутри. То есть наша геометрия заполнилась внутри вот этими линиями, которые позволяют находить правильные веса для скелета. Ну и последняя нода, которая называется Capture Biharmonic. Соответственно, в первый вход точно так же мы втыкаем нашу исходную геометрию, во второй вход мы втыкаем вот это вот, ted embed. Так, ну в принципе, это все. Он тут ругается, что есть какие-то ошибки. Сейчас мы с этим разберемся. И для того, чтобы посмотреть, как у нас работает скелет и как он может деформировать геометрию, нам необходимо положить ноду, которая называется Bond Deform. И здесь у нас стандартные три входа. Первый вход это всегда наша геометрия. Второй вход это всегда рестовый скелет. То есть тот скелет, который использовался для того, чтобы создать вот этот вот Capturing, для того, чтобы создать веса. Это вот этот. Обязательно берите его вот отсюда с Mirror, а не с Bond Capture Lines. И третий вход это деформированная геометрия, в соответствии с которой у нас будет меняться наша модель. Ну давайте мы положим опять-таки Pick Pose вот в третий вход вот к нему и проверим работает это или нет. Так, почему у нас потерялось Mirror? Я не ту ноду поставил вместо Mirror скелетона поставил Mirror Pose. Простите, пожалуйста. Мне нужен Rig скелетон Mirror, конечно же. Вот. И здесь точно так же я выбираю точки. С Control удаляю эти. Вот. Теперь все должно быть правильно. перевтыкаем. Так, вот у меня есть скелет. Сейчас у меня должен посчитаться Biharmonic без ошибок теории. Давайте проверим. Так, все в порядке. Идем в Bond Deform и давайте будем проверять. Итак, ну все работает. Как вы видите, теперь мы с вами заригали нашего персонажа. Это заняло не слишком много времени. И даже по умолчанию, как вы видите, у нас здесь довольно грамотно подобранные веса. И опять-таки все это не разрушающе. В любой момент мы можем переместиться на наш исходный скелет, передвинуть какую-то точку и все пересчитается автоматом. Мы можем, например, изменить веса для скина. Как это делается? С помощью ноды, которая называется Capture Layer Paint. Я ее поставлю вот сюда вот, после Biharmonic. С помощью этой ноды мы можем рисовать веса. И если мы нажмем во вьюпорте правой кнопкой, мы увидим, что здесь есть режим для левой кнопки и для средней кнопки мыши. Можно выбрать, например, для средней Region Selector. И смотрите, здесь, в самом Capture Layer Paint я выберу визуализацию Selected Capture Region. И теперь я могу средней кнопкой мыши нажимать на разные сегменты моей модели и сразу вижу, как этот сегмент будет влиять на общую модель. И теперь я могу рисовать. То есть я могу щелкнуть правой кнопкой и выбрать, например, Reduce. То есть я хочу, допустим, вот здесь уменьшить влияние вот этого сегмента. Ну, пожалуйста. Я просто беру и начинаю вот так вот рисовать в режиме Reduce. Так вот уменьшаем, 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 уменьшаем. Ну, в общем, стандартная история с рисованием весов, но при этом эту историю мы можем делать прямо на анимированной геометрии. То есть мы можем, смотрите, пойти вот сюда вот, где мы тут рисовали, вот здесь вот, и загнуть данный кусок, вернуться на Capture Layer Paint и продолжать здесь работать и сразу мы видим, как влияет наш измененный вес на уже деформированную геометрию. Представляете, это очень круто. Здесь мы можем выбрать, например, Smooth Layer или Smooth Final. Layer это тот слой, который мы дорисовываем, а Final это как бы общая история. Давайте я выберем Final. Засмузим здесь. Да, нам нужно редюсить вот эти самые точки, которые у нас так сильно выдаются. Надо попасть на них. Тыщ. Попробуем попасть. Ту-ть-ть-ть-ть. Все, попали. Ну вот. В общем, таким образом, да, мы можем подрисовывать веса, менять веса на разных наших объектах уже на измененной геометрии. Мне кажется, это очень здорово и, насколько я знаю, такой возможности раньше не было. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Вот. И, соответственно, мы полностью процедурно работаем. То есть теперь мы можем делать с этой моделью что угодно, мы можем ее отанимировать. Если нам что-то не нравится, в анимации мы можем вернуться назад, поправить что-то в скелете, сдвинуть какие-то точки, мы можем подправить веса, подрисовать веса для скининга и все это автоматически подстроится под нашу анимацию. Сами понимаете, это очень здорово. Так, ну ладно, давайте мы сейчас пока, наверное, не будем вот этим заморачиваться, а вместо этого сделаем инверсную кинематику для нашего супер-осьминога. На самом деле, это опять-таки очень просто. У нас есть наш скелет и мы можем просто вот прям вот здесь на нашем скелет-миррор, выбрать так, по точкам, выбрать точки, которые находятся на концах лапок. Или опять-таки, да, вы можете сделать группы, нажать delete, появится нода blast. Вот, пожалуйста, у нас изолировались, delete non-selected, у нас изолировались эти точки. Все, что нужно сделать, это поставить ноду fullbody.ik, fullbody.ik, вот в эту ветку. Да, то есть, вот сюда вот, и вот сюда вот. И, соответственно, сюда вот втыкаем эту штуку. Включаем bond deform, и теперь мы можем добавить тот же самый rig pose и с помощью инверсной кинематики двигать наши лапы. Да, только я забыл опять поставить match by attribute. Так, берем инверсную кинематику, пожалуйста, мы можем двигать наши лапы. Единственное, что мы здесь можем включить pin root, да, для того, чтобы тело у нас так сильно не двигалось, но под, пожалуйста, пожалуйста, инверсная кинематика, мы можем двигать наши щупальца. Да, веса здесь все-таки имеет смысл подрисовать для вот передних лапок особенно, видите, очень сильно они изгибают, конечно, лицо. Вот так вот лучше сделать. Вот, пожалуйста, у нас появилась возможность анимировать нашего персонажа. И самое главное, что мы его точно так же легко можем экспортировать в другой пакет, ну, например, в игровой движок. Для этого у нас есть нода, которая называется robfbx character output. У нее тоже есть три входа, те самые три входа, да, то есть это у нас непосредственно скин, это у нас скелет, неподвижный, и опционально анимация какая-то, если она у нас есть. Соответственно, здесь мы можем выбрать clip range, как обычно, выбрать название файла, здесь есть возможность также подгрузить какой-то входящий fbx файл, и у нас наш файл как бы добавится к нему, то есть в финале у нас будет как бы и входящий, и то, что находится в проекте. И вот, пожалуйста, можем добавить clip name. Единственное, что здесь пока, насколько я понимаю, нету возможности добавлять много клипов, как это бывает полезно для экспорта в игровой движок, для того, чтобы в одном fbx файле хранилось сразу много анимаций. Ну, надеюсь, они это починят. И дальше этот файл можно загружать в любой пакет, и там будет этот скелет, и все с ним будет в порядке. Да, то есть вот настолько это все просто работает. А в следующей части урока мы поанимируем нашего осьминога и поговорим про fbx анимацию, про то, как делать ретаргет, как переносить анимацию с одной модели на другой, как ее обрабатывать. Не пропустите. Субтитры сделал DimaTorzok